На этой неделе в программе «Место встречи Иерусалим» премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Что это означает для Нетаньяху и Израиля? А также перспективы администрации Трампа и Нетаньяху в вопросе аннексированных частей библейских иудеев Исамарии. И Шавуот – библейский праздник Пятидесятницы, День Сошествия Святого Духа. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске «Место встречи Иерусалим». Привет и добро пожаловать в сегодняшний выпуск «Место встречи Иерусалим» Якрис Митчелл. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху предстал перед судом по обвинению в коррупции. Это был первый этап процесса, который может затянуться на годы. Впервые в истории Израиля действующий премьер-министр столкнулся с судебными обвинениями, находясь на своем посту. Премьер-министр Нетаньяху предстал перед судейской коллегией, которая определит его судьбу. Перед беспрецедентным судебным заседанием в окружении своих сторонников Нетаньяху обвинил полицию, прокуратуру и прессу в попытках устранить его. «Граждане Израиля, сегодня предстанет перед судом попытка отменить волю народа, отстранить от власти меня и правый лагерь. Более десятилетия левые не могут сделать этого на выборах. В последние годы у них появился новый патент. Представители в полиции и прокуратуре объединились с левыми журналистами, я называю их только Нибиби, чтобы сфабриковать против меня необоснованные обвинения. Также во время телеинтервью он сказал, что не пойдет на сделку о признании вины и требует полной транспарентности. Процесс начался здесь, в окружном суде Иерусалима. В то время как его юридический статус решается здесь, его политическое будущее предстало перед судом общественного мнения, когда на улицы вышли как сторонники, так и противники Нетаньяху. Надеюсь, что суд восстановит справедливость. Они увидят решительных и уверенных в своем выборе людей, которые единодушно говорят, «Нетаньяху, ты не один». Некоторые представители Кнессета считают, что ему пора уходить. Я уверен, что народ Израиля поймет, что пришло время двигаться дальше, пришло время сказать Нетаньяху, «Спасибо, но с нас хватит, хорошего понемногу». Нетаньяху обвиняются в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием в трех отдельных обвинениях под названиями «Дело тысячи», «Дело две тысячи» и «Дело четыре тысячи». «Дело тысячи» расследует получение подарков за политические услуги от состоятельных друзей. «Дело две тысячи» строится на предполагаемой сделке с израильским издателем, чтобы получить положительный отзыв для Нетаньяху. «Дело четыре тысячи» утверждает, что крупнейшая телекоммуникационная компания Израиля обеспечила положительный обзор в прессе в обмен на решения правительства в интересах этой компании. Суд начался через несколько часов после того, как новое правительство провело первое заседание Кабинета министров. Следующая дата суда может быть назначена спустя несколько месяцев, а некоторые аналитики полагают, что судебные процессы продлятся два-три года. Все это время Нетаньяху имеет право работать в правительстве. Следующим событием исторического масштаба стали предпринятые президентом Трампом беспрецедентные шаги в поддержку Израиля, включая признание Иерусалима столицей Израиля и размещение здесь посольства США. Теперь администрация делает новый неоднозначный шаг в сотрудничестве с Израилем по аннексии еврейских поселений в Иудее и Самарии. Как сообщает Джули Стал, это происходит перед лицом серьезной оппозиции на Ближнем Востоке и за его пределами. Недавно премьер-министр Нетаньяху озвучил причины, по которым в июле хотел поставить вопрос об аннексии на голосование в парламенте Израиля. Три месяца назад мирный план Трампа признал права Израиля по всей Иудее и Самарии. И президент Трамп пообещал признать суверенитет Израиля над еврейскими общинами там и в долине реки Иордан. Через несколько месяцев я уверен, что это обещание будет выполнено, и мы сможем отпраздновать еще один исторический момент в истории сионизма. Нетаньяху и другие израильтяне видят эту область как библейское сердце Израиля, впервые заселенное патриархами Авраамом, Исааком и Иаковом. Она является также прародиной еврейского народа, который вернулся сюда почти 2000 лет назад. Однако многие международные правительства и организации, выступающие против аннексии, считают ее западным берегом, частью будущего палестинского государства. Как вы знаете, это противоречит международному праву, нарушает существующие соглашения и не соответствует резолюции Совета безопасности и решениям Европейского Союза. В знак протеста против аннексии президент палестинской автономии Махмуд Аббас планирует отказаться от всех соглашений с Израилем и США, включая соглашение о безопасности. Иордания также выразила завуалированные угрозы. «Слова Его Величества короля Абдулы были очень ясными. Мы не примем аннексию палестинских земель, и в связи с этим будем вынуждены пересмотреть все аспекты наших отношений с Израилем». Но аналитик по Ближнему Востоку Кэролайн Глик утверждает, что аннексия улучшит положение Израиля. «Очевидно, что после того, как мы сделаем это стратегическое положение Израиля в регионе, в Иудее и Самарии, а также на всем Ближнем Востоке, будет значительно улучшено. А если мы этого не сделаем, то не только нанесем ущерб нашим отношениям с администрацией Трампа, но и подорвем наш авторитет в качестве стратегического игрока в регионе». «Сегодня администрация Трампа и Нетаньяху составляют карты, чтобы определить, как аннексия будет выглядеть здесь, на местах. Июль имеет принципиальное значение, так как и Нетаньяху, и администрация Трампа хотят, чтобы это случилось задолго до президентских выборов в ноябре». Джулис Талл, новости CBN, Гуша Цион. Далее в программе. Анализ процесса Нетаньяху и аннексии еврейских поселений в Иудее и Самарии. Суд над премьер-министром Нетаньяху и аннексией – две самых животрепещущих темы в Израиле. Разобраться в этих вопросах нам поможет эксперт по Ближнему Востоку Кэролайн Глик. Она является ведущим колумнистом газеты «Джерусалым пост», обозревателем и автором книги «Израильское решение. Единый государственный план мира на Ближнем Востоке». Кэролайн, спасибо, что вы с нами. Вы назвали суд над Бенемином Нетаньяху показательным процессом. Почему? И как, по-вашему, что поставлено на карту не только для Нетаньяху, но и для всего Израиля? Причина, по которой я назвала это показательным судом, заключается в том, что Нетаньяху предъявлено обвинение, и его судят по обвинениям, которых нет в Уголовном кодексе, ни в законах Израиля. Они выдуманы. Государственное обвинение придумало концепцию подкупа, которая состоит в том, что политик берет взятку, когда он получает хорошие отзывы в СМИ за предполагаемые услуги, которые он оказывает их владельцам. Такого нет ни в одном законодательстве мира. Ни в Израиле, ни в США, ни в другой демократии. Потому что это криминализирует политику. Тоже с двумя другими случаями, которые произвольно выдуманы бесконтрольным государственным обвинением, желающим осудить Нетаньяху за действия, которые по нашим законам не являются преступлением. Вот почему это показательный процесс. Чем опасна уголовная ответственность за попытки получить благоприятные отзывы в прессе? Это значит, что профессия журналиста является преступлением. Это значит, что любого журналиста, который хорошо отозвался о политике, или госслужащим, можно осудить задачу взятки политику, а политика, имеющего хорошее отношение с журналистом, обвинить в получении взятки. Это наносит огромный вред и нарушает концепцию свободы прессы в Израиле, а также криминализирует политику. Так что это не просто скользкая дорожка. Государственное обвинение Израиля летит под откос с единственной целью попытаться привлечь премьер-министра к уголовной ответственности и избавиться от него антидемократическим способом. Ему было предъявлено обвинение, а затем он одержал величайшую победу, получив наибольшее количество голосов за всю свою политическую карьеру. Это говорит о том, что люди не верят обвинениям и не хотят, чтобы он уходил. Если процесс растянется на несколько лет, как многие считают, как это повлияет на Нитаньяху и те цели, которых он стремится достичь? Без сомнений, это серьезно помешает не только ему, но и всем. Он стоит на пороге принятия самого важного решения в истории Израиля с 1967 года, которое заключается в применении израильского законодательства к частям Иудеи и Самарии, нашей прародине, и в то же время противостоит фальшивым обвинениям. Это очень серьезная проблема, и она будет усугубляться до тех пор, пока продолжается этот фарс. Да, и так, одно из главных вещей, о которых вы только что упомянули в связи с аннексией, что синие, белые и ликуд, Ганс и Нитаньяху могли бы вместе проголосовать за аннексию. Что вы думаете об этом сейчас? Я думаю, что так и случится. Так должно случиться. Нитаньяху сделал реализацию аспектов мирного плана Трампа условием для подписания соглашения о создании коалиции с левой ведущей сине-белой партией. Так что они обязаны сделать это до 1 июля. И я думаю, что они это сделают. Это главная цель пятого срока полномочий премьер-министра Нитаньяху. Для этого у него есть полная поддержка администрации Трампа. И я думаю, что это произойдет. Да. Вы положительно отзывались о мирном плане Трампа, но в Иудее и Самарии есть лидеры, которые против этого. Вы разделяете в чем-либо их озабоченность? Я думаю, что проблема в карте. Думаю, что нашим лидерам нужен диалог с администрацией Трампа, чтобы понять, как улучшить карту. Ту карту, которая была предложена в январе. Я не вижу причин этого не делать. Ведь речь идет о максимум полутора процентов территории Иудеи и Самарии. Так что это не даст преимущества ни одной из сторон. Я думаю, что это важно. И мы не должны допустить, чтобы идеальное стало врагом хорошего. Король Иордании Абдулла дал понять, что он может отменить мирный договор. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что собирается отменить соглашение США и Израилем вплоть до мер безопасности. ЕС определенно против. Что вы думаете обо всех этих угрозах со стороны Иордании, палестинской администрации, ЕС и других, если аннексия все же состоится? Ну, во-первых, Иордания подает очень противоречивые сигналы, потому что король Абдулла говорит европейцам, что он против, что он намерен сопротивляться. Затем он говорит американцам и израильтянам, что это не так. То же самое с саудовцами, которые в январе уже объявили, что они одобряют сделку. Представители ОАЭ направили своих представителей в Белый дом, где президент Трамп обнародовал свой план. Так что я не думаю, что с правительствами региона, включая Абдуллу, могут быть серьезные проблемы. Спасибо, Кэролайн, что были с нами. Мы очень ценим ваше мнение и ваш опыт. Спасибо. Всегда рада пообщаться с вами. Пусть Бог благословит. Далее в программе. Как библейские земли Иудеи и Самарии вернулись в лоно Израиля спустя 2000 лет? Это 53-я годовщина воссоединения Иерусалима. Тогда, в июне 1967-го, будучи в меньшинстве, Израиль был атакован по всем фронтам. И всего шесть дней понадобилось Израилю, чтобы разгромить объединенную армию Египта и Ордании и Сирии, восстановить контроль над Храмовой горой в Иерусалиме, голландскими высотами, библейскими территориями Иудеи и Самарии. Как мы уже упоминали ранее, премьер-министр Нетаньяху намерен присоединить часть этих земель в соответствии с мирным планом президента Трампа. Давайте посмотрим историю из нашего виртуального тура по Израилю о том, как изменились Иудеи и Самария со времен шестидневной войны. Многие называют такие детские площадки препятствиями на пути к миру, а все потому, что они находятся в Иудее и в Самарии, или, как говорят, на западном берегу реки Иордан. Не являемся ли мы сейчас свидетелями исполнения древних пророчеств? Именно так. Ведь сказано же, что улицы города снова заполнятся играющими детьми. Вы это видите и слышите? Мы говорили с бывшим мэром города-селом Дэвидом Рубиным, наслаждаясь видом дороги патриархов, дороги, по которой, возможно, совершали свой путь Авраам, Исаак и Яков. Дэвид Рубин рассказал, что шестидневная война имела ключевое значение в израильской истории. Именно после нее открылись двери в обетованную землю для еврейского народа после двух тысяч лет изгнания. Такие города, как Иерусалим, колыбель двух иудейских храмов, Вифлеем, место рождения Иисуса Христа, Хеврон, место захоронения Авраама, Исаака и Якова, а также их жен, и Силом, где скиния Господня оставалось 369 лет, все они вернулись обратно в теплые объятия Израиля. Таким образом, вы считаете 67-й год шестидневную войну поворотным пророческим историческим моментом? Безусловно. Это сказано в книге пророка Иезекииля. Как сухие кости оживали в пустыне, так и Израиль воскресает как народ. Если у нас нет прав на Силом, нет прав на Сихем, и нет прав на Вифиль и Ерихон, то у нас, следовательно, нет прав и на Тель-Авив. Не все осознавали суть открывающихся возможностей. Только в 1978 году Силом был заложен как раз над тем местом, где располагалась Скиния Завета. Сюда приезжали евреи и селились на нижнем холме Силома. Премьер-министр Израиля, поступая тогда с оглядкой на американского президента, посылал военных, которые их оттуда прогоняли. Спустя всего месяц после шестидневной войны, израильтяне основали первую еврейскую общину в Иудее в 60 километрах к югу от Силома в Кафаре Ционе. Евреи жили там и до Израильской войны за независимость 1948 года. Одни были эвакуированы, другие жестоко убиты иорданцами. Когда группа сирот, чьи родители были убиты, заявила правительству Израиля, что если они не получат разрешение, то все равно поедут туда и без него. Правительство ничего не могло запретить детям замученных жертв. Вот так и появился Кафар Цион. Раби Элизер Вальдман был одним из тех, кто помогал создавать другую еврейскую общину в Древнем Хевроне. В Хевроне всегда были еврейские общины. Даже в течение двух тысяч лет изгнания. вплоть до 1929 года, когда арабы жестоко расправились со всеми евреями. Несколько семей арендовали отель в Хевроне для ужина в честь Пасхи. В результате никто не выжил. Я думаю, весь народ Израиля был вместе с нами. Спустя даже полгода после шестидневной войны весь народ был в едином патриотическом духе. Тысячи израильских паломников пришли участвовать в священных религиозных праздниках. Все средства массовой информации нас поддерживали. Я даже помню их заголовки. Слова пророков витают в воздухе. Спустя 50 лет в 200 общинах Иудеи и Самарии живут около 430 тысяч израильтян. Количество достигает 750 тысяч, если включить туда и жителей Восточного Иерусалима. За прошедшие 50 лет после шестидневной войны рост был таким грандиозным, что мы с надеждой смотрим в наше будущее и снова ждем развития и процветания Силома. Как выглядело это место 50 лет назад? Голая пустыня. Тут не было ничего, тут росли сорняки и колючки. Эта дорога ведет к новой школе для подрастающего молодого поколения. Тут в городке Силом живет 8000 человек, среди них более 2000 детей, которые посещают эту школу. Мы теперь знаем, что когда в обетованной земле нет Израиля, то земля бесплодна. Она не приносит плода. А сейчас долго тосковавшая земля плодоносит снова, потому что Израиль вернулся. И здесь вы видите наши самые главные плоды. Это все эти дети. Далее в программе Шавуот библейский праздник Седмиц. Как еврейский праздник Шавуот и христианский праздник Пятидесятницы связаны между собой. Церкви начинают открываться после долгого карантина и сейчас христиане по всему миру отмечают новозаветное событие излияние Святого Духа в день Пятидесятницы. Основатель миссии первые плоды Сиона ВООС Михаэль объяснит нам тесную связь между праздником Пятидесятницы и библейским праздником Шавуот. Второй называют первые пять книг Библии, известные также как книги Моисея. Шавуот это Пятидесятница. Так это звучит на иврите Шавуот. Согласно традиции в этот день Бог даровал Тару народу Израиля на горе Синай. В истории Шавуот есть множество прекрасных прообразов. Только представьте гору Синай окруженную другими горами завет заключенный с израильским народом это напоминает нам хупу натянутую ткань над женихом и невестой. Это говорит нам о том что Бог заключил завет со своей невестой с израильским народом что на самом деле это своего рода свадьба. Шавуот нечто большее чем праздник обретения заповедей это искупление из египетского рабства это странствование по пустыне это путь горе Синай это близкие отношения с Ашемом с Богом через получение заповедей и затем заключенный завет это сама Тара на горе Синай Гав Тара это отрывок из священных книг пророков которые читаются вместе с Тарой первая глава книги Иезекииля это Гав Тара для чтения нашего от если вы это читаете вместе со второй главой Деяний Апостолов это потрясающе Иезекииль говорит тут как раз об этих языках пламени над людьми эти колеса эти движения духа и остальное это все происходит и как написано во второй главе Деяний Апостолов Дух Святой сходит на собрание в праздник Шавуот тут живут представители многих народов как говорится в 66 Псалме дабы познавшие спасение Твое восхвалят Тебя народы они во дворах храма и Дух сходит на них тем самым показывая что Божий Дух умножается среди народов это не только евреи это представители всех наций и племен которые как мы видим это из книги Иезеки Апостолов имеют одинаковый доступ к дарам Святого Духа и равны в глазах Бога все и евреи и все остальные на этом наш выпуск программы Место встречи Иерусалим подошел к концу спасибо что были с нами вы всегда можете найти нас в Фейсбуке Инстаграме Твиттере и Ютубе меня зовут Крис Митчелл увидимся снова в программе Место встречи Иерусалим Субтитры сделал DimaTorzok